Ульяновские антимонопольщики разобрались с госзакупками и неправильной рекламой. В областном центре отменят несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов. Служба занятости получит вторую жизнь, а бывшим уазовцам помогут найти работу. В Ульяновске задержали федерального преступника. Правоохранители Ульяновска поймали ранее судимого 30-летнего местного безработного. Напомним, в марте этого года на одной из турбаз в Заволжском районе разругались отдыхающие, а потом один избил другого и сбежал. Преступника объявили в федеральный розыск. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражем. Расследование уголовного дела продолжается. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы сроком до 10 лет. Службы занятости получат вторую жизнь, а бывшим уазовцам помогут найти работу. Сегодня в регионе прошло расширенное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством Сергея Морозова. В числе тем переформатирование работы центров занятости и поддержка людей, потерявших работу. Губернатор Сергей Морозов провел расширенное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особое внимание глава региона уделил теме выполнения майских указов президента и переформатирование работы комиссии. Я надеюсь, что мы сегодня проговорим о перезагрузке нашей комиссии, трехсторонней комиссии, которую мы хотели бы привести в соответствие с Международной организацией труда, чтобы она была и структурна, и вот если хотите, вот такая же была настойчивая, настырная, в хорошем смысле слова такая была, вот боевитая, как и Международная организация труда. Главным опросом повестки дня стала тема о принимаемых мерах профсоюзной организации УАЗа. Напомним, на автомобильном заводе запустили программу добровольного высвобождения сотрудников. Работникам предлагают написать заявление об увольнении по соглашению сторон и получить выплаты в размере трехмесячных зарплат. По словам председателя Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолия Васильева, сегодня цифра уволившихся по собственному желанию уже перевалила за тысячу. И на сегодня это положение на предприятии действует. Для того, чтобы говорить о массовом увольнении, это более 10%. Необходимо, чтобы был приказ на предприятии, были приказы изложены категории людей, которые подпадут под дальнейшую процедуру и соблюдены все законные процедуры, которые защищают работника. Всем этим людям помогут найти новое место работы через центры занятости, куда уже подали свои заявки 50 человек. Кстати, изменения коснутся и областную службу занятости. Мы хотим внедрить в Ульяновской области модель службы занятости по типу модели Москвы, в которой сейчас работают центры «Моя работа», «Моя карьера», «Бэк-офисы». И сегодня это очень актуально, это очень важно. Мы очень хотим, чтобы наша служба занятости стала современной, чтобы она отвечала современным требованиям и работодателей, и соискателей. Ну и вдохнем в нее, я надеюсь, новую жизнь такую и активность. Также гражданам предпенсионного возраста, работникам УАЗа и других предприятий, которые переживают за свое место работы в дальнейшем, можно будет пройти профессиональное переобучение. План мероприятия региональной программы рассчитан на 6 лет. За это время в Ульяновской области планируется обучить почти 3000 граждан предпенсионного возраста. 497 человек уже в этом году. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улл, Правда ТВ. В Ульяновске отменят несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов. Все изменения в сфере общественного транспорта Ульяновска планируется внедрять по программе оптимизации маршрутной сети. Программа была разработана Мосгорстранснии-проект в целях повышения эффективной работы пассажирских перевозок в Ульяновске. По итогам анализа установлено завышенное значение повторяющихся маршрутов. В итоге из 14 трамвайных маршрутов в неизменном виде будут сохранены 4. Номер 4, 5, 10 и 22. Отменяются маловостребованные. Номер 2 и 17. Изменится 7. Номер 1, 6, 9, 15, 18, 19 и 107. Средний интервал движения трамваев должен быть сокращен до 7-8 минут. Жители поселка Миловой в городском округе Новоульяновска с августа 2019 года смогут получать современную медицинскую помощь через высокоскоростной интернет. В населенном пункте готовят к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт, который и оснастят информационными технологиями. Жители смогут записываться на прием в Новоульяновскую больницу и пообщаться с врачом. Да и для самих медиков работа стала удобнее. В Миловом побывала Наталья Чумаченко. Людмила Николаевна много лет прожила в поселке Миловой. Все свои сознательные годы она много трудилась, пока в один момент жизнь не перевернулась из-за страшного диагноза – онкология. Сегодня на обследование женщина вынуждена ездить в Новоульяновскую больницу. Теперь записаться на прием к узким специалистам или встать на очередь в процедурный кабинет станет проще благодаря интернету, которым обеспечили новый фельдшерско-акушерский пункт. Учреждение начнет работу в конце августа. Я инвалид третьей группы, онкобольная. И вообще все жители поселка очень часто сюда приходят. Практически каждый день здесь очередь. Хотя поселок у нас маленький, 500 человек. Все нравится, особенно наш фельдшер. Здесь живут не только старики, но и маленькие дети. Только за сутки на прием к фельдшеру могут обратиться до 40 человек. Всем им сегодня нужна современная, квалифицированная медицинская помощь. Старое здание для работы непригодно. Мерим давление. Если что-то показания на сахарный диабет, то берем кровь на сахар. И сразу экспресс-методом у нас результат мы им говорим. Что мы еще сделаем? Оказываем помощь первомедицинскую, внутримышечную, внутривенную. Все это мы проводим. Ждем открытия этого ФАПа, так как там все-таки более современное. Строительство здания ФАПа велось в рамках федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских территорий. Цена проекта более 6 миллионов рублей. На эту сумму выполнили вертикальную планировку участка, устройство монолитного фундамента, кровли и полов, кирпичную укладку стен и вентиляционных каналов. Установили оконные блоки, металлические двери, систему внутреннего отопления, водоснабжения и вентиляции. Провели отделочные работы. В новом медпункте будет обслуживаться порядка 700 человек. Был возведен модульный ФАП, чтобы местное население получало медицинскую помощь в полном объеме. То есть у нас организовано тесное взаимодействие с данным ФАПом. Имеются у нас графики выезда мобильных бригад, в которые входят следующие узкие специалисты. Благодаря доступу в всемирную паутину на базе нового ФАПа будет активно внедряться практика телемедицинских консультаций. В особо сложных случаях фельдшер сможет на месте запросить консультацию ПВКС у районной больницы, структурным подразделением которой он является. Здесь проведены у нас все условия. То есть и можно проконсультироваться вовремя для пациента, установить диагноз нашему фельдшеру. То есть у нас есть возможность уже связаться с участковыми терапевтами, с узкими специалистами города Ново-Ульяновска, уточнить диагноз для нашего пациента, для того, чтобы лишний раз пациент не ездил в нашу Ново-Ульяновскую городскую больницу. Планируется, что к 2021 году в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» высокоскоростной интернет появится в 413 областных ФАПах. За это время 710 социальных объектов региона будут подключены к сети по волоконно-оптическим линиям 180 по радиоподвижной. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. В Ульяновске приступили к ремонту дорог, по которым поедут школьники. До 25 августа предстоит привести в нормативное состояние 30 участков улично-дорожной сети. Отремонтированы дороги на станцию «Белый ключ», поселка имени Карамзина, Поливно, Плодово и Боротаевка. Работы начаты на улице Краснопролетарской, Академика Сахарова, Старосельдинской, Советской, Села Луговое. На дороге ведущей к поселку Лесная долина. Помимо ремонта проезжей части выполняются покос травы и вырубка порсли вдоль дорог. В Управлении федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области состоялась пресс-конференция по итогам работы в первом полугодии 2019 года. После короткого вступительного слова руководитель регионального УФАС Геннадий Спирчагов ответил на вопросы представителей СМИ. Буквально вчера стали известны предварительные итоги рейтинга показателей территориальных управлений ФАС по работе за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщил руководитель региональной антимонопольной службы Геннадий Спирчагов на встрече с журналистами. По его словам, показатели управления федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по многим направлениям высокие. Очень важный показатель, что ни одного решения у нас в этом полугодии в судах не отменено. Это как раз показывает профессионализм нашего коллектива, наших сотрудников. По сути дела, 100% всех наших решений судами подтверждены в этом полугодии. Руководитель регионального УФАС также озвучил итоги работы его ведомства за первое полугодие. По его мнению, самое громкое дело первой половины года связано с предупреждением нарушений в области госзакупок. По поступившему от регионального управления ФСБ материалом, антимонопольщики смогли после двух решений арбитражного суда остановить действия МУП в стройзаказчике администрации Ульяновска. Это помогло предотвратить незаконный уход бюджетных средств. По данному факту, на сегодня возбуждено несколько уголовных дел. Директор МУП был привлечен к ответственности. На него наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Сейчас рассматривается дело о привлечении к административной ответственности высоких должностных лиц мэрии. Выводы какие? Любые нарушения контрактной системы или законодательства федерального закупка приводят к потере бюджета. Это не просто потери бюджета, а морфно-массы. Теряем мы жителей Ульяновской области. Мы теряем деньги. Деньги уходят. В первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно выросло количество нарушений законодательства о рекламе. За последние месяцы возбуждено 24 уголовных дела. Часть дел касается факторов размещения рекламы в неустановленных местах, например, внутри подъездов на фасадах зданий. Это как раз нарушение части 11 статьи 5. То есть параллельно идет нарушение законодательства регламентирующего жилищные отношения. То есть собственники не дают разрешения на подобный способ распространения рекламы, а некоторые умные в кавычках рекламодатели и рекламораспространители проникают в подъезде и начинают клеить свою рекламу везде и повсюду. На сегодня по возбужденным уголовным делам принято 18 решений о признании нарушений рекламного законодательства. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе. Ирина Антонова, Юрий Канихин, Новости Уллправда ТВ. Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Ламы-2019» начнет свою работу 10 августа. Концертная программа фестиваля, запланированная на 9 августа, переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями. По информации специалистов гидрометцентра Ульяновской области, в этот день ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Оргкомитет фестиваля в целях соблюдения требований безопасности просит обратить внимание участников мероприятия на ограничения по заезду на фестивальную поляну 9 августа. В четверг в Ульяновской области ожидается теплая погода до 22 градусов днем. Ветер юго-западный, местами до 14 метров в секунду. Местами возможен дождь. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова